всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании значит сегодня хочу во первых немножечко поговорить про выставку про ярмарку на которой я участвовала в один из выходных дней но сейчас подробнее расскажу и потом прям маленький кусочек где-то в конце наверное вставлю и потом или давайте сначала наверное я покажу игрушки готовы заказ а потом тогда расскажу про выставку и в конце как раз будет маленький маленький кусочек с этой выставки и так у меня вот такое вот это собственно две коробочки в одном заказе здесь я собрала вязаную игрушечки сейчас чуть-чуть пошуршу вот вот так это там все выглядит сейчас буду доставать и показываем да вот значит это вот такой вот вязаный носочек дальше шапочка вязаная дальше сердечко два мухоморчика мухоморчики просили именно с божьими коровками ой здесь вышита травка и вот две божьи коровки дальше тигренок шарфики вот такая варежка с обвязочкой это софте плюс дальше два маленьких лисенок и медвежонок не хочет фокусируется почему-то такие две игрушечки дальше снеговичок вот такой и и дальше пошли мандарины значит 3 мандарин чека вот таких плюшевых 2 и еще один третий мандаринчик и 3 мандарин чека это аделья вот название не помню но она там собственно одна такая блестящая вот сейчас при дневном освещении довольно хорошо передается насколько она яркая и блестящая пряжа в смысле и вот собственно еще два листики загибаются вот сейчас едет обратно сложу вот сейчас ложу тогда и вернусь и во второй коробочке у меня елочные игрушки из фетра здесь тоже уже упакованы аккуратненько распакуем и тоже вам покажу значит что здесь здесь две избушки на курьих ножках да две избушечки дальше два зайчика снеговички и еще один снеговичок вот такой мишка и я все не буду показывать там 7 вот таких вот 7 елочек вроде бы все сейчас тоже аккуратненько это все сложу обратно вот это заказ сейчас я тоже это упакую и уберу и пока тогда буду рассказывать про выставку я ну что просто так здесь с пустым не сидеть я повяжу немножко носочек и так я выиграл участие у нас в ярмарке она у нас проходила ну и она до сих пор проходит в торговом центре в таком довольно крупном в нашем городе их не так много и вот в одном из ну таких крупных торговых центров проходила выставка стоимость участия в такой выставке от выставка там от то есть можно было брать от четырех дней то есть получается там суббота воскресенье понедельник вторник или там следующий дальше четыре дня и так вплоть до нового года но один день брать нельзя то есть вот только четыре либо вообще весь период можно было там участвовать вот туда нового года сколько там две недели получается чуть меньше вот четыре дня где-то в среднем стоило от пяти тысяч участия там насколько я пьяни вникала в подробности я сразу как только узнал стоимость я поняла что но мне будет очень сложно окупить эту стоимость тем более с учетом того что к ярмарке я не готовилась заранее и навязать такое огромное огромное количество игрушек специально для ярмарки ну это крайне сложно и очень долго плюс у меня еще были заказы и сейчас есть и совмещать это тоже с заказами плюс вот мне нужно там к новому году какие-то свои вещи до связать поэтому нет но чисто случайно решила поучаствовать в розыгрыше бесплатного участия вот было бесплатное участие с 18 по 22 декабря но я сразу как бы оговорила что он так как у меня маленький ребенок и вообще как бы четверо детей да то есть у них не с кем оставлять на такое длительное время я сразу наговаривал то что участие только суббота воскресенье то есть 18 19 вот то есть вот 18 а и участия на выставке с 10 утра до 10 вечера то есть целый день как работает торговый центр значит вот 18 я взяла старшую дочь ей 13 лет мы вдвоем поехали взяли игрушечку у меня игрушечки у меня был не стол а как это называется ну как стремянка да лестница такая там по моему 3 но на видео дальше я покажу там буквально меньше минуты видео но просто чтобы иметь представление как это все выглядело как выглядели игрушки как выглядит эта стремянка вот там видео будет понятно вот у меня было игрушек крайне немного но мне кажется может быть около 20 но тоже там на видео будет видно вот из таких игрушек которые в основном вяжут на выставке это всякая вот мелочевка мелкие брелочки мелкие игрушечки маленькие плюшевые вот этих всех там ежиков мини тигриков ну и так далее да у меня этого не было у меня самая недорогая игрушка все начинались от 500 рублей то есть меньше 500 рублей цены у меня не было ни на какие игрушки плюс у меня были там погремушки на тоже по 500 рублей ну то есть вот все и в основном это были большие игрушки то есть маленьких у меня не было тигров у меня было всего четыре штуки один большой собственно которого единственного и купили вот за тысячу рублей я продала одного тигра и еще три небольших осталось их я не продала что хочу сказать воскресенье я уже не поехала потому что ну довольно тяжело отсиживать целый день на стульчике да ну как бы субботу опять же я ездила с дочкой и я и по магазинам там походила и подарки частично купил на новый год детям то есть ну так и все равно каким-то образом там от быта от дома от всего этого отдохнул развеялась так сказать да но тратить еще и воскресный день я понимала в общем там получалось так что места вот эти выставочные да они располагались как бы по две стороны одни места были одни столы стояли с одной стороны другие столы с другой стороны между столами еще один ряд был там всякие продукты то есть там всякие специи кит колбасы ну в общем именно продукты в центре и вот по двум сторонам уже непосредственно изделие ручной работы и получилось так что во первых этот этаж на котором находилась выставка и это место даже не сам этаж а вот это место там как таковых магазинов не так много то есть ну там больше просто пространство там елка стояла вот чтобы люди там шли в магазин например да и заглядывали на ярмарку такого как бы не было вот и основные как раз таки детские магазины да то есть ну расчет все-таки на таких выставках на детей больше так как игрушки да и соответственно что ребенок идет и увидит там какую-то игрушечку там захочет себе такую да а детские магазины они как раз были на первом и на третьем этаже в основном а вот второй в основном там обувь ну то есть проходимость была небольшая и проходимость то есть получается вот столы которые стояли вот с этой стороны да то есть тут эскалатор и с другой стороны и люди мимо этих столов в любом случае ходили спускаясь и поднимаясь по эскалатором они ходят а вот с другой стороны там где как раз стояли мы здесь особо людей не было и поэтому я могу сказать что с игрушками ну такого же плана как у меня до нас было по моему четыре человека и вот две дела то есть я еще девочка как раз стояли вот с одной стороны еще две с другой стороны и вот там где была как раз хорошая проходимость и видно было до эскалатора было видно тут получается как бы за эскалаторами и вообще даже и не видно что там тоже столы и все равно люди сначала идут там да потом могут вернуться то есть там они уже увидели и вот у той девочки которая продавала у нее были очень неплохие продажи но опять же девочка готовилась то есть у нее была половина игрушек как раз маленьких прям вот совсем небольших там плюшевые у нее в основном были всякие зайчики мишки тигрики вот такого плана вот и остальная половина это были большие игрушки вот мы с ней разговаривали она как раз большие не берут а вот маленькие да у нее хорошо уходили поэтому тут видимо все таки зависит в основном от места где ты располагаешься да ну и естественно от ассортимента потому что я прекрасно понимаю что на таких мероприятиях этом должен быть именно такой очень бюджетный ассортимент игрушек и он должен быть все таки более одна как это однообразным да то есть если зайчики то хотя бы там два-три зайчика одинаковых там два-три одинаковых мишки то есть не так что каждая игрушка был в единственном экземпляре да и они все разные абсолютно а вот именно тут корзинка с мишками там корзинка с зайками там корзинка там с тиграми еще с чем-то и тогда вот от такого как бы это привлекает внимание а когда они разрозненные так вот по одной стоят то конечно это совершенно по-другому смотрится поэтому но для себя я в очередной раз сделала вывод что нет все таки такие мероприятия это ну еще на бесплатной основе возможно и именно как бы вот один день например да а вот так именно чтобы стоять там четыре дня и платно нет все таки у меня упор не у меня упор немножечко на другие игрушки у меня нет этой мелочевки у меня в принципе в ассортименте я могу естественно навязать какие угодно да но в моем ассортименте если просто постоянно я знаю что есть девочки которые продают только на выставках но у нас такие выставки проходят не часто немного о них надо узнавать и туда еще не ну как бы не так легко попасть вот и они в основном все таки да вот там 8 марта новый год ну то есть они какие-то тематические не так что круглый год они проходят постоянные можно навязывать этих игрушек и оставлять их до следующей выставки да получается что если я это все не продам то куда мне потом девать всю эту мелочевку куда девать это огромное количество там тигров зайцев медведей так далее у меня все-таки больше упор на большие по размеру игрушки и по стоимости и все-таки это больше там набор подарочные будь то погремушка там грызунок держатель какой там носочки пинетки и ну и так далее просто по одной игрушки я и продаю но этого именно большие игрушки а вот так вот чтобы маленькую такую мелочевку ну нет вот поэтому могу сказать ну я не знаю это конечно это и такой печаль ну как это результат выставки мягко говоря так себе да что тысячи рублей заработаны это если еще и не брать во внимание что естественно там нужно поесть попить особенно когда вдвоем с ребенком да и на это тоже тратится деньги плюс такси ну то есть ну я это рассматриваю как вариант просто сбежать и там на какое-то время не сбежать сменить обстановку да вот ну и плюс провести время с пользой то есть опять же все равно нужно было пройтись по магазинам в эти выходные все равно нужно было купить подарки то есть собственно я это сделала плюс но посмотрела приняла участие плюс еще я на выставке доделала заказ который мне нужно было срочно доделать то есть и поработала да и развлеклась частично и сделала какие-то свои дела то есть в общем и целом нормально но участвовать еще один день я уже не стала потому что но даже если там еще 1000 рублей то это как бы она того не стоит ну вот поэтому вот такой результат у меня моей ярмарки больше собственно наверное пока рассказать не о чем я вижу носочки маме в подарок на новый год это уже второй носочек честно посмотреть уже наверное можно убавлять вот что-то я не помню то ли у меня вообще счетчики рядов то ли у меня и кто-то счетчик сбил мне кажется что еще пока маловато в общем сейчас я приложу к тому носочку и посмотрю вот и потом нужно будет еще одни тоже такие светленькие связать тоже в подарок и еще ну то есть вот у меня сейчас нужно доделать еще один заказ один заказ сегодня я отдала даже не успела не сфотографировать не не на видео снять вот и сейчас у меня в заказе лисенок из маленького принца крючком я уже двоих вязала двух таких сейчас третьем вот его свяжу и надеюсь что успею потом показать его хотя бы один чтобы был на видео заснят вот поэтому собственно это все сейчас в конце будет прям маленький кусочек с выставки посмотри просто посмотреть ну и все поэтому всем пока рассказывайте что вяжите рассказываете про участие в выставках задавайте вопросы всегда буду рада ответить на комментарии все всем пока пока